На носу лета и Минфин созрел поговорить с общественностью об исполнении бюджета края за минувший 2022 год. На состоянии финансов региона, безусловно, сказались новые реалии и рост инфляции. В итоге доход предприятия оказался ниже, чем предполагалось, и, соответственно, снизились налоги на прибыль. Впервые за три года мы не получили дополнительные доходы в процессе исполнения бюджета. Впервые за три года мы не исполнили плановые назначения по доходам на сумму миллиард триста. Это обусловлено тем, что наши хозяйствующие субъекции, соответственно, снизили свою налогооблагаемую базу, и налог на прибыль мы не получили в полном объеме. Итоговый дефицит бюджета составил три миллиарда рублей, но, несмотря на это, все обязательства были выполнены. А это значит, что у края нет задолженностей по заработной плате, социальным выплатам, реализации национальных проектов и строек, а также финансовой помощи муниципальным образованиям. Большая часть расходов, 68 миллиардов рублей, была потрачена на социальную сферу. В ходе публичных слушаний пришедшие в свободной форме могли задать вопросы по сложившейся ситуации и поделиться своими идеями. Со стороны правительства прозвучало следующее предложение. Мы с вами в свое время, а это был 19-20 год, принимали абсолютно осознанные, обоснованные решения, помните, уважаемые депутаты, по предоставлению налоговых льгот отдельно наших плательщиков. Но теперь ситуация поменялась. Ковид, слава богу, канул в лету, более-менее ситуация под контролем. Поэтому я считаю, что нужно в этом году пересмотреть тот план, который мы с вами утверждали, пересмотреть льготы, которые были предоставлены плательщикам, для того, чтобы, может быть, их как-то видоизменить, может быть, какие-то другие подходы сформулировать и так далее. Пересматривать бюджетный план в этом аспекте, скорее всего, придется, но постепенно. Пока же, напомним, для формирования более комфортных условий для малого и среднего бизнеса, в марте было принято решение по отсрочке налоговых платежей и снижению ставки по упрощенной системе налогообложения для ряда отраслей. Екатерина Пешкова, Антон Носов, РТК Забайкалье.